На Бежицкой традиционное интенсивное движение. Здесь, в так называемом бутылочном горлышке, соединяется сразу несколько транспортных потоков. Но всего одна полоса на спуск и две на подъем. Однако совсем скоро брянские автомобилисты забудут о пробках на этом участке. Еще на стадии проекта учли все нюансы. Пропускная способность увеличится в три раза. Мы планируем сделать семь полос движения и плюс еще одна полоса для остановочного пункта. Итого, на подъем получается четыре полосы. Две полосы будут двигаться прямо и две полосы двигаться в сторону кургана налево. И на спуск. Вместо одной полосы будет три полосы движения. Практически с поворота. Неудобного узкого участка перенесут и остановку. Оборудуют заездной карман и светофор с пешеходным переходом. Уже несколько лет и городищенская горка, и ее сосед Первомайский мост являются причинами многочисленных заторов, создавая неудобства для горожан. Но в последние годы таких объектов становится все меньше. Городские магистрали, транспортные развязки, мосты становятся современными, безопасными, удобными и благоустроенными. На выездном совещании обсуждают детали проекта. Позади самое сложное – работы с переносом коммуникаций. На объекте трудится 12 единиц техники и больше 20 рабочих. Мы своими силами выполнили уже устройство земляного полотна. На данный момент выполняется устройство песчаного подсилающего слоя. Параллельно с этим выполняются субподрядными организациями устройства наружного освещения. Проложена ливневая канализация, установлены новые опоры контактной сети. Особое внимание губернатора к работам по укладке асфальта. Александр Богомаз подчеркивает – укладку асфальта не затягивать, успеть до дождей. Подрядчик заверяет – идем точно по графику и неприятных сюрпризов не будет. Важно – работы продолжат и в следующем году. Уже на новом участке в направлении объездной. Там дорога с тремя полосами станет шестиполосной. Еще один объект внимания – Первомайский мост. Вторая очередь. Разобрали старую конструкцию, установили новые сваи. Сейчас мостостроители трудятся на земле. Бетонируют ростверки – важнейший элемент будущей переправы. Именно они распределяют нагрузку. На сегодняшний день забетонировано ростверков 264 метра кубических. Работы продолжаются. После бетонирования ростверков будет производиться усиление или рубашки на опорах, в дальнейшем ригеля и после монтаж баллов. Стоимость является фиксированной, она не меняется и цена контракта – 297 миллионов рублей. Губернатору докладывают – программу этого года генподрядчик, по сути, выполнил досрочно, но снижать обороты не намерен. Помогают в субподрядной организации. Строители понимают – объект не просто важный, стратегический. Александр Богомаз призывает заранее заботиться о закупке материалов, чтобы в новом году работать без простоев. Срывов быть не должно. Никакого чуда, просто работа. Болевые точки городских дорог останутся в прошлом, заверил губернатор Александр Богомаз. Он продолжит лично курировать строительство современных магистралей в нашей области. Елена Лыщицкая, Александр Жучков. События. Брянск.